Друзья и родственники погибших в страшном ДТП не пропускают ни одного судебного заседания. Громкое дело Данила Прокопчука, 26-летнего курганца, надолго приковало внимание общественности. Пять человек погибли в результате аварии на перекрёстке улиц Пролетарская и Коли Миготина в июне этого года. Напомним, 14 июля автомобиль «Лифан» на огромной скорости пролетел на красный свет и врезался в «Ладу Приору». Согласно заключению экспертов, скорость иномарки составляла порядка 160 км в час, а за рулём сидел пьяный Прокопчук. Премия сторон по этому делу прошли в Курганском городском суде 18 сентября. Согласно обстоятельствам дела, вот четверо молодых людей, две девушки, два молодых парня, употребляли спиртные напитки в кафе «Малибу». После этого по чьей-либо инициативе, что не установлено, направились покататься по городу Кургана. В ходе чего подсудимый, находясь за рулём, развил на своём автомобиле такую скорость, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на красный, запрещающий сигнал светофора, выехал на перекрёсток улиц Пролетарская, Коли Миготина. Данил Прокопчук признал свою вину в ходе следствия. Как утверждает адвокат обвиняемого, активно способствовал раскрытию преступления. Это, по мнению защиты, должно быть учтено судом при вынесении приговора, как смягчающее обстоятельство. И максимальный срок лишения свободы в этом случае не должен превышать пяти лет. Однако гособвинитель с этим категорически не согласен. Из показаний подсудимого только следует, что он в момент ДТП находился за рулём. Однако об этом указывают свидетели обвинения, показания которых были оглашены в судебном заседании достоверно установлено. Все иные его показания уже направлены на то, чтобы смягчить ответственность за содеянное. Сторона обвинения настаивает на максимальном наказании, предусмотренном уголовным кодексом. 8 лет, 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также лишить обвиняемого на три года водительских прав. Кроме того, родственники погибших заявили гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба. Всего порядка 7,5 миллионов рублей. Суд примет решение и огласит приговор в понедельник, 21 сентября. В своём последнем слове Данил Прокопчук в очередной раз попросил прощения у родственников и друзей погибших. Марина Богатырёва, Александр Киселёв, Александр Немков. Информационное агентство Курганру.